84 спортсмена со всей страны разыграют 32 комплекта наград. В Самаре стартовал турнир по дзюдо на призы юридического института в СИН России. Возраст участников до 21 года. Состязания проходят впервые. Их посвятили героям Отечества. Борьба с самого начала завязалась нешуточная. О тех, кто вышел на татами сражаться за медали, расскажет Татьяна Пудова. Одним почти неуловимым движением дзюдоист Дмитрий Ларюков в буквальном смысле подминает под себя соперника и не оставляет ему шанса на победу. Он приехал из Северной Осетии. Бой проводят с однокурсником. В финале боролся со своим другом, можно сказать. Тренируемся с ним в одном зале. Мы, правда, с разных округов, но учимся вместе. Эмоции великолепные. Думаю, первым делом это препятствует появлению в своей жизни наркотиков, алкоголя, курения и так далее. Я за здоровый образ жизни. 84 дзюдоисты из 8 регионов страны приехали в Самару на открытый турнир среди юниоров до 21 года. Он проходит на призы Самарского юридического института в СИН России и посвящен героям Отечества. Мы всегда должны помнить наших героев, должны помнить нашу историю. Поэтому, конечно, это то основное, о чем мы вообще никогда не должны забыть. Очень важно проводить побольше турниров таких, тем более вспоминать героев нашего Отечества. Это тоже немаловажно, чтобы ребята узнавали про них. Гибкий путь этого боевого искусства в 19 веке заложил японец Зигера Кано. Других видов борьбы дзюдо отличает меньшее применение физической силы и разнообразие разрешенных техник. Но основными остаются броски, удержания и болевые приемы. Мне очень понравилось их вот упорство, такой характер бойцовский. Не все поединки прошли в чистую, с упорным прям рвением. Какие-то считанные баллы кто-то у кого-то выигрывал. Это как раз та площадка, когда молодежь может себе показать тот уровень подготовки, который им поможет в дальнейшей ситуации на стартаме показывать то, что необходимо в спортивной деятельности. По итогам состязаний сильнейших дзюдоистов отметят медалями и кубками. Турнир уже включили в единый календарный план Минспорта России и будут проводить ежегодно. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губерния.